17-я внеочередная сессия Армавирской городской думы была посвящена избранию главы муниципалитета. В этом году истек срок полномочий действующего градоначальника. Ранее его выбирали жители. Теперь в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве проводится конкурсный отбор. Документы на участие в конкурсе подали 4 человека. Королев Александр Геннадьевич, Москвитин Алексей Алексеевич, Харченко Андрей Юрьевич и Можигоров Андрей Александрович. Как уже говорилось, 30 августа состояло заседание конкурсной комиссии, на которой были рассмотрены кандидатуры. С каждым кандидатом было проведено индивидуальное собеседование. Из четырех кандидатов на комиссию явились трое. Андрей Можигоров не явился, несмотря на то, что о дате, времени и месте проведения конкурса всем кандидатам было сообщено заранее. На рассмотрение в Думу конкурсная комиссия внесла три кандидатуры. Депутаты обсудили каждого претендента, затем были утверждены члены счетной комиссии. После решения технических вопросов депутаты удалились для тайного голосования. Оно проходило в закрытых кабинках, в бюллетене складывались запечатанную урну. И далее были объявлены результаты выборов главы. Из запечатанной урны для тайного голосования было извлечено 20 бюллетеней. Недействительных бюллетеней нет, действительных бюллетеней 20. В результате подсчета голоса распределились следующим образом. Королев Александр Геннадьевич за «нет», Москвитин Алексей Алексеевич за «нет» голосов, Харченко Андреевич за «20 голосов». На основании протокола счетной комиссии думцы единогласно утвердили решение об избрании градоначальником Андрея Харченко. Вновь избранного главу Армавира привели к торжественной присяге. Я клянусь работать и исполнять обязанности главы муниципального образования города Армавир в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации Краснодарского края и уставом муниципального образования города Армавир. Руководитель департамента внутренней политики Краснодарского края специально приехал в Армавир на итоговое заседание. Он поздравил градоначальника с избранием от имени губернатора Краснодарского края. От качества решений, которые вы принимаете, зависит качество жизни людей, а также политическая, экономическая и социальная стабильность муниципалитета. Рассчитываю, что вы будете работать честно и открыто, и надеюсь, что так же будет работать вся ваша команда. В течение пяти лет вы возглавляли один из крупнейших городов Кубани, и за эти годы зарекомендовали себя как грамотный управленец и крепкий хозяйственный. Желаю не избавлять набранных темпов, успешной и плодотворной работы. Ближайшие пять лет Андрей Харченко продолжит руководство Армавира. После вступления в должность он поблагодарил депутатов за их выбор и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Население доверяет вам, соответственно, сегодня через вас решение доверено главе работать. Очередной срок – это большая ответственность перед городом, и самое главное – ответственность большая перед населением. Буду делать все, чтобы мы продолжили вместе с вами, и наш муниципалитет продолжил так же динамично в рамках тех финансовых возможностей, которые сегодня есть в муниципалитете, в рамках нашего бюджета развиваться, становиться крепче и двигаться вперед. Уверен, что и ваша поддержка будет этому помогать, ну и, конечно же, в обязательном порядке и поддержка населения будет помогать решать те проблемы, которые мы еще до сегодняшнего дня в полной мере не выполнили, те наши обязательства, которые сегодня у нас есть. Инна Лепеткина, Евгений Халманских, Служба информации, телеканал РНТВ, Армавир.